Здравствуйте наши уважаемые подписчики и зрители! Сегодня мы в нашем сюжете будем говорить о тех двух культурах, которые у меня получаются неплохо, а именно порей и сельдерей. И все свои предыдущие видео об этих овощах, я стараюсь делать как раз о них обоих. Порей и сельдерей. Они у меня всегда растут рядышком. И никакого здесь секрета нет. Дело в том, что порей окучивается вверх, а сельдерей разокучивается. И почва от разокученного сельдерея как раз подходит про порей. Поэтому они растут у меня лично всегда вместе. Сейчас первая половина октября, даже начало октября. Но пока наш сюжет выйдет, октябрь будет в разгаре. Эти две овощные культуры в нашем Воронеже еще будут расти и расти до самых заморозков. А заморозки в Воронеже начинаются, такие уже ощутимые, в конце октября и в начале ноября. Вот до этого времени порей и сельдерей будет в почве. За это время он вырастет. Мы ждем, не дождемся, вернее подрастет и тот и другой. Мы сейчас ждем, не дождемся дождей, потому что она такая сухая почва. А когда пойдут дожди, октябрьские дожди, то эти обе культуры добавят в весе и в плодах, скажем так. Вот сейчас я выкопала вам, еще мы не копали его массово, видите, он растет. Худшие экземпляры, ну мы их сейчас повезем домой и съедим. Это порей и это порей. И вот это кустик сельдерея, он еще не очень вырос. Ну, скажем так, один из маленьких. Я потом возьму камеру, покажу вам большие. Подписчики задают вопрос по этим двум культурам. Вот одна подписчица спросила, какие у меня сорта. Ну, это она спрашивала про то видео, которое было года два назад снято. Я там ей что-то написала, вспомнила. В этом году у меня, если говорить о порее, растут два сорта. Это бандит, вот он сзади меня. Видно, Вов? Основная масса бандит. И русский размер. Вот я хочу подробнее. Они, в общем-то, отличаются. Смотрите, бандит низкорослый, с широкими серыми листьями. А русский размер, 2ХЛ он там называется, вот такой высокий. Но что хочу сказать. Лично мне, для моей здесь вот воронежской песчаной почвы, русский размер не очень подходит. Но почва здесь ни при чем, конечно же. Дело в том, что у нас в огороде не применяются химические удобрения. То есть, порей и сельдерей растут с применением золы, травяной бродилки и многолетнего перегнившего навоза. Многолетнего, то есть перегноя. И до того размера, который заявлен, он не дорастает. Ну вот, если так взять, то высота где-то метр, метр двадцать, метр десять. Это русский размер. И я вам потом выкопаю одну из них. Посмотрим, какова высота от беленой ножки. Потому что порей именно ценится по высоте от беленой ножки. А вот бандит в этом году, он невысокий кустик с широкими, еще раз повторяю, листьями. Мне задали вопрос, срезаю ли я листья у порея, обрезаю. Ну, я ответила, что да, типа художественной стрижки получается. Но я люблю, чтобы на грядках было чистенько и аккуратненько. И вот, если лист желтый, вот он здесь вот уже с какими-то упал, он разломился, это вот внизу я могу обобрать. А так вот, чтобы постригать, нет, этого я не делаю. Но, как вы знаете, порей, чтобы уродился, он требует очень высокого окучивания. Вот с бандитом нормально, все, тяпкой нормально окучил. Ну, как можно окучить вот этот русский размер? Я не знаю, что там, сыпать в него или нет. И посмотрите, здесь какие ножки широченные. И здесь, вот я русский размер, серию, наверное, это было в последний раз. Вот не получается у меня с русским размером, и все. Это что касается порея. И самое главное сейчас для порея, мы терпеливо ждали, какой он был маленький все лето, вот сейчас для него самое главное полив. Полив, полив, видите, почва влажная. Мы здесь кладем шланг не на полную мощность. И у кого капельный полив, вообще красота. И он все время здесь поливается, каждый день, когда дают воду. Не будут давать воду, там уже пойдут дожди. Итак, еще раз повторяю, это русский размер, высокий, но худенький. А это бандит, низкий, но толстенький. А будут еще расти в течение месяца. Это что касается порея. Вот, посмотрите поближе. Это порей русский размер 2ХЛ. Отбеленная ножка достаточно высокая. Там внутри еще она сантиметров на 20-30 растет. И высота, посмотрите, какой он высокенький. Больше метра, это точно. Но зелень-то мы у порея брать не будем. Хотя и зелень можно замораживать. Нам нужна отбеленная ножка. Я думаю, она вырастет, но вот не очень она толстенькая. Вот получается худенькая ножка. Это русский размер 2ХЛ. Наверное, я больше с этой серией от русского огорода экспериментировать не буду. А вот это поближе порей бандит. Как видите, он в три раза ниже кустик. И посмотрите, вон там у первого экземпляра, какая широкая видна ножка. Вглубь она уходит, еще раз говорю, сантиметров на 30. И вот такая она широкенькая. Ну и листья, естественно, вот такие тоже серенькие, крупные листья. Вот это порей бандит. Ну, мне он лично больше нравится. Посмотрите, пожалуйста, вот пакет от лука порея русский размер, да? Серия русский размер. Вот там написано 60 сантиметров. Это должна быть высота отбеленной ножки. И вот она, сама ножка, которую я уже не знаю, как окучивать. Но пусть мы прикинем 30 сантиметров в глубину. Ну и здесь сантиметров 20. Ну, то есть не дотягивает. Да и уже, собственно, эта ножка-то не отбеленная. Вот это, что касалось порея серии, вернее, сорт 2ХЛ русский размер. Ну, а теперь про сельдерей корневой. Это самый меньший экземпляр, который я выдернула. Это сорт русский размер тоже. Корневой сельдерей. Этот еще растет и будет расти. Вот этот, который выдернутый, посмотрите, разокучивался как. Но все равно корней много. Ну, это, естественно, все правильно. Мне нечего что-то подложить, чтобы сравнить размер. Но поверьте на слово, здесь будет в диаметре 10 сантиметров. Это меньший экземпляр. Вот эти растут, еще им расти. И вот это больший экземпляр. Вот его не очень видно. Но он в диаметре уже сантиметров 15 точно есть. Многие задают вопрос про обрывание листьев, удаление листьев у корневого сельдерея. Ну, вы знаете, не надо не усердствовать. Усердствовать листья сами говорят о том, что их надо отрывать. Срывать именно, срывать. Вот смотрите, лист наклонился к земле. И он как бы надломился. Чего его держать? Его же, конечно, надо оторвать. А вот так, чтобы конкретно делать акцию по обрыванию листьев у сельдерея корневого, я никогда не делала. Вот раз в неделю пробежала, из которой листики упали, надломились, я их оторвала. Потому что все листья оторвете, не с чего будет ему расти-то. Ведь в листьях происходят все процессы фотосинтеза. И поэтому не надо усердствовать в обрывании листьев. И так это русский размер. Но опять же, до русского размера он не дотягивает. Опять же, потому, наверное, что у нас кроме воды и бродилки, ничем он не удобряется и ничем больше не поливается. Но, естественно, в почву добавляем перегной. Это нормально. Уродился, я считаю, сельдерей корневой нормально. Но у меня был в этом году и неудачный опыт с корневым сельдереем. Сейчас расскажу. Вот мой неудачный опыт с корневым сельдереем. Это корневой сельдерей кладезь здоровья. Посмотрите, какая красивая картинка. Вот показываю, что написано не обмануло. Я вам говорю честно, я не могла не перепутать семена. Рассада была посеяна именно из этого пакета корневого сельдерея. И вот неделю назад я вам выдернула, он уже подзасох. Вот что выросло. Это что, корневой сельдерей? Нет, конечно же. Но здесь вкус сухой. Просто я его выдернула и посадила тюльпаны на этом месте. Я специально закрыла производителя. Я просто хочу сказать, что видите, какие бывают неудачи. Умышленно, неумышленно, перепутали. Ну вот такой получился. Корневой сельдерей кладезь здоровья. Смех да и только. Какой же он корневой. Поэтому доверяйте, но проверяйте. А как проверить? Вроде веришь, всем нормально. То есть в складе земздоровья у меня получился, как говорят, облом. К сожалению, к сожалению. Но ничего. Вот эта вся трава сорвана. И она лежит в нормальном месте. А место это. Сейчас покажу. Вот это нормальное место. На высоких грядках. Посмотрите, я все выдернула, разбросала. На грядке ничего не растет. Если вот на этой высокой грядке, оон сидератики какие красивые растут, то на этой грядке, вот здесь ботва. Здесь росли перцы сладкие, да? И вот я здесь не стала сеять сидераты, а вот засыпаю грядки вот этими корнями. Потом мы сверху насыпем перегноя или земли. И за зиму это все нормально перегниет, и земля будет удобрена. И, как говорится, используем все в дело. Нет худа без добра. Но я, конечно же, конечно же, я ожидала другого. Я ожидала то, что будет хотя бы примерно то, что нарисовано на картинке. Но, увы. Совершаюсь. Сезон 2020 года подходит к концу. В октябре еще мы будем ездить, конечно же, активно на дачу. Конечно же, собирать оставшийся урожай. Капуста еще растет, порей растет, сельдерей. Но сейчас уже что? Только полив, пока нет дожди. Когда пойдут дожди, то будем уповать на влагу, и что это все вырастет, и даст нам достойный, ожидаемый урожай. С вами были мы, Вера с Володей, и наши порей и сельдерей. До свидания, до новых встреч.